всем привет выехали на охоту в поля гусик идет но не особо мы сейчас здесь находимся уже третий день снимать что-то руки не доходили пока расставляли чела до лаги в первый день с утра гусь у нас более менее летел ну как обычно это бывает стоило расправить чучела и все гусь перестала лететь потом был дождливый день с ветром и вообще ничего не было сегодня вроде начал подтягивать но идет пока кислородом надеемся что первая партия хотя бы уже полетит может постреляем а так даже утки что-то в этот год мало то ли не прилетела еще то ли в другом месте может где-то села полевая Все разы мутили, все не решили, чтобы через какие, не через какие щели вообще не выходили. Отклеили еще пленкой. Шикарно, он там не моется. Добавились, так, короче, теплее было. Зрубили автономочку на всю. Там внутри камушки. Нажгли костерка, установили палатку. Пересыпали юбку. И шикарный вариант палевого бани. Что, Гориш? Вы многое потеряли. Мы еще сейчас звездочку туда залили. Там все с ментового, такой аромат. Если бы мы сейчас там пятером бы сели, Горишка была бы конкретная, да. Раба была конкретная. 100 градусов примерно. По ощущениям, градус 80, не меньше. Короче, как нормальная баниа получилась. Да, да, да. Что-то автономка не игралась в 40-50 дэм? Она разгоняет. Вот ты к ней прикладываешь, что вообще ничего не чувствуется. А когда она разгоняет, вот этот воздух, так он жарче становится. Потому что он поднимается, и она его гоняет по палатке. Трехслойную бы палаточку. Вот эту, да. И тоже полиэтиленчиком бы замотать. Можно ее реально тоже. А если бы была бы еще и печечка из камушка? Да, да, да. Песня была бы. Вот в этой палатке спокойно бы в пятером бы побарились. Слушай, великолепный. Почему мы раньше об этом... А, у нас палатка. А, у нас палатка. Что, наконец-то у нас удачная утрянка. Хоть что-то взяли. Гусь вроде по чуть-чуть подтянул. Взяли вот двух козарочек. Одна молодая. Вторая вот хорошая, крупненькая. будем ждать еще вроде пониже летят да хоть и и нормально уже реагирует на чечела правильную расстановку сделали посмотрели схему в интернете и результат небольшой но есть всем привет сегодня мы будем готовить северную казару казанском афганском казане на газу сегодня у нас картошка лук стандартные специи чеснок сушеный и 17 раз пет все это в дальнейшем итоге мы зальем водичкой и поставим на первом дело мы укладываем лук на низ казана для того чтобы мясо при кипении но не прикипела к дну казана соответственно нужно проложить некое дно немножечко лучка самое интересное что мы гуся готовим целиком тем самым все самые вкусные вещества они будут не разделяться готовить все вместе соответственно вкус будет приятно прошуруем нашего гуся мы картошкой немножечко лучка туда сейчас тоже добавим обмажем его специями также у нас еще отдельно обрублены крылышки них костный мозг он дает такую некую как сказать ожиринку что ли то есть вкус будет более отменный за счет того что там он весь скопится и выплывается также пишите в комментариях кто как готовит гуся мы обязательно прочитаем все рецепты и попробуем проэкспериментировать потому что у всех вкусы разные рецепты разные рецептов очень много в прошлом году мы готовили с яблоками да насколько я помню тоже мы готовили с яблоками достаточно вкусно получился но мы готовили не в казане готовили мы на углях и в фольге что же очень вкусно получилось укладываем гуська чуть-чуть придавить оба две штучки у нас полноценно здесь вместилась дальше мы делаем смешиваем картошечку с лучочком максимально забыл про приправку сейчас мы его присыпем подмазаться обмажем все чтобы был бульончик наварист чтобы жирком он выходил keep me а вот вот the only thing in life that has meaning are the things you got to work for the leafy take it to your hands up land your own hands can land your own brand and down i feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power соль я думаю не нужно потому что в приправе так то она есть чуть-чуть можно добавить у нас здесь прицепе стоит сейчас поставим картошик чтобы подъехать ничьи 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 второй кусик сюда у нас опа дальше соответственно все заваливаем картошик с лучком добавляем самый простой гранулированный чеснок много не нужно добавляем немного соли достаточно много не нужно буквально пару крупных щепоточек наверх для того чтобы самый жирок у нас топился в самый низ и был наваристый вкусный бульон и дальше заливаем водичкой водички нужно немного достаточно того чтобы просто она скрыла чуть-чуть гуся я думаю этого достаточно будет и самый завершающий просто обычный самый деревенский чесночок наверх и чуть-чуть притопили в принципе все чуть-чуть сейчас еще немного перца для остроты добавим и можно закрывать и готовить мариновать это все дело не особо нужно потому что принцип работы данного казана очень прекрасен он все масла все соки перемешивает между собой соответственно в приготовке оно все одновременно и маринуется что готовить будем мы его полтора часа от закипания при этом все перемешается и и проблем с тем что в запахе вкусы маринад все сохраняется накрываем крышкой и закручиваем закручиваем максимально плотно чтобы не было никаких просачиваний воздуха лишних при закипании чтобы работали данные клапана а не из под крышки в принципе все можно идти готовить все пришло время снимать казан с газовой плиты подпекся наш гусик так сейчас будем проверять и пробовать для начала для начала нужно приспустить немного давления чтобы не бабахнул аромат такой что сюда все другие гуси слетятся и все наши соседи по охоте ну что пришло время ну что пришло время отценить синий чудо наши афганские мраки ну если обычно варить либо запекать гуся но явно не получите такой разварки чтобы мясо от кости отваливалось это первое кости достаточно пурочные у гуся как оказались они не развалились но мясо с костей слазит очень неплохо достаточно просто его задержать из картофеля превратилось в пуре из картофеля превратилось в пуре ну все приятного аппетита бульон то какой жирный да четкий мясо все вниз свалилось кости пустые пустые да 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 пустые кости картошечка вообще пюре ну все как слайд очень вкусно а как давай так на горячо вкусно на горячо не угодишь итак пришли на очередную вечерочку на утренке мы не встаем все-таки приехали отдыхать отсыпаемся и занимаемся короче бытовыми делами отдыхаем пьем чай и это потом на вечерку выдвигаемся не знаю что-то в сфере погоды ветер вроде чуть-чуть под испортился может что и получится а так летит но меньше не было таких больших эшелонов как вчера чуть меньше летит ну по высоте конечно чуть пониже но все равно где-то метров 150 200 поэтому мы будем надеяться что все получится половина соседей наших из москвы вроде как собирают чучела может удаляются потому что конечно они на электрушку монет и все что к нам поворачивает и кое-как удается нам одно все таки улетает потом к ним ну будем в общем надеяться что это вечерка у нас удастся это м а м м м м м м м м камеру как всегда не включили не успели некогда было вон еще казарку взяли одиночка летела у нас получается 6 так 6 казарок 6 казарок и одна утка а да получается 6 казарок и 3 парня забрали парни уехали где утки забрали а и казарок 2 съели короче в итоге 6 казарок 5 подожди 5 3 6 казарок 3 утки на надеемся еще полетят по-нормальному дима гуси сверху точно высокой зараза стреляешь по ним патроны тратишь манишь тратишь деньги на поездку манки патроны ружья стульчики сетки палатки покупаешь покупаешь тратишь много денег профиля у чего они космосом летят манишь там москвичей за лагерем через речку получается через северную двину то ли лес горит то ли чё прям конкретно так очень будет обидно если лес горит сидим сейчас максом смотрим что-то кто-то ходит у нас в лагере поднимается с кратка тут короче семья пришла подумали что наши гуси это короче типа настоящие гуси идут такие медленно подкрадываются с детьми ну детям видимо показать хотели гусей настоящих не настоящий взяли одну короче казару и летела сейчас это у нас казарка сначала один раз артема ружья заклинила я у скротка вообще стоял не позорим а не заряжен патроны патроники и короче проходит на минут 15 летит она обратно вообще низко вскакиваю я у меня что-то предохранитель клинит а он цепляется за сетку в скротке короче в итоге макс стреляет на лед был такой вообще в идеальный идеальный не придумать короче мазанули прям вообще и обидно и смешно сидим курим кальянчик гуси не летит пару простая прошло но высоко сидим курим кальян если мы тут запрыгиваем кальян дай консессуаре что делаешь такое мушку макс потерял мушку красота покажи древесные натур продукт красота хорбан красота я Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok